В эфире телеканала Первый Карагандинские новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам начался суд над балхашцами, обвиняемыми в терроризме. Их подозревают в создании террористической группировки, которая хотела захватить стратегические объекты. Усена Ферлан. В чем он обвиняется? В 80-м году. Да, он обвиняется в создании руководства террористической группы, хранении оружия, производстве взрывчатки и покушении на террористический акт в этих статьях. Выбрать ребенка для усыновления можно через интернет. В Казахстане работает база данных детей-сирот. В Центр поддержки усыновления приглашает потенциальных мам и пап поучаствовать в школе приемных родителей. Веселые и находчивые солдаты собрались в Хараганде на фестивале КВН. Главный приз – Кубок командующего региональным командованием Орталык. Подозреваемые в создании террористической группировки в поселке Гульшатый, городе Балхаш, предстали перед судом. Адвокаты нескольких подсудимых заявили ходатайство о процессуальном соглашении с прокурорами, так как их подзащитные полностью осознали свою вину. Четверо фигурантов связаны родственными узами. Аймамрина продолжит. Восьмерых подсудимых привезли в суд под усиленным конвоем. Вокруг суда расположился спецназ. Предварительное слушание началось с опозданием на три часа. Задержанных обвиняют в создании руководствий или участии в террористической группировке, незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия и взрывчатых веществ. И еще по двум статьям Уголовного кодекса. Согласно материалам дела, группировка существовала с апреля текущего года. Подозреваемые якобы готовились к терактам, хотели захватить стратегические объекты. Их задержали 26 июня. В момент задержания один из сообщников совершил самоподрыв. Все подсудимые до задержания проживали в Балхаше. Самому молодому из них 26 лет. Официально работу имели только двое. Трудились на железной дороге. Никто из них ранее не судим. У каждого остались по двое, трое и даже четверо детей. Самому старшему из них около 40 лет. Четверым в суд пришли жены. Одна из них, супруга подсудимого Ерлана Усенова Индира Жумашева, не верит в виновность мужа. Абдекошев Бакжан, Усенов Каир и Усенов Думан – братья моего супруга Ерлана Усенова. Да, они тоже на скамье подсудимых, но я верю, что мой муж невиновен. Он просто жертва обстоятельств. Даже если он сам признается в этом, я не поверю. Значит, его заставили признаться. По словам женщины, ее супруг занимался рыболовством. Никогда дома противозаконных тем никто не обсуждал. В момент задержания был на работе. Адвокат Усенова также дал интервью и рассказал, что его подзащитный не до конца осознавал всю серьезность ситуации. Когда он понял это, было слишком поздно. Он понял ту серьезность ситуации. И в данный момент он сразу согласился на следствие, сотрудничество на следствие. Дал все признаки показания. Дело рассматривает судья Кайрат Касимов. Согласно его постановлению, следующие судебные заседания пройдут в закрытом режиме. Ради безопасности свидетелей. Главные разбирательства по делу о терроризме состоятся 15 ноября. Айя Мамрина, Жасулам Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Итоги социально-экономического развития Карагандинской области за 9 месяцев обсудили в областной администрации. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков отметил, что наблюдается положительная динамика показателей социально-экономического развития области. Асель Сазанбаева с подробностями. Антикризисные меры в Карагандинской области реализуются активно и плодотворно. Об этом заявили на заседании в областном Акимате. По словам чиновников, в регионе строятся новые объекты, реализуются мероприятия в рамках государственных программ. Главное достижение – небывалый урожай. Аграрии отчитали, что собрали более 1 миллиона тонн зерновых. Руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская отметила, что рост экономики достигнут благодаря улучшению работы промышленных предприятий, в том числе и в строительном секторе. В строительстве выполнено работа на 105,6 миллиардов тенге, или 87,3% к прошлому году. Это седьмое место в республике. На строительство жилья направлено 28,8 миллиардов тенге инвестиций, что на 6% больше объема прошлого года. Введено 271,7 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 9% к прошлому году. Более 2000 семей получили новое жилье. Снизили объемы по воду жилья города Балхаш, Тимиртау, Сарань, Шетские, Сакаровские и Каркаролинские районы. В областной администрации также обсудили и проблемы, а их надо сказать немало. К примеру, в регионе не хватает мест в детских садах. До конца года планируется открыть 10 частных дошкольных организаций на 1047 мест и расширение действующих детских садов. Глава региона также затронул и проблемы с повышением цен на продукты. Понятно, что сейчас уже ресурс вот этого осеннего снижения цен, он исчерпывается, даже исчерпался, наверное. И мы стоим на пороге, сейчас опять начнут, тем более впереди и праздничные мероприятия. А к Новому году вообще там будет ажиотаж. Начинают вот эти предпосылки к тому, что цены на ту или иную продукцию будут повышаться. Вот сейчас гречка, я смотрю там, сколько, 400 стало, да, сейчас, Татьяна Юрьевна. Ваша группа это, да? Ну там цена что-то на сколько по сравнению с началом года? Где-то на 60-70% выросла. Вот, смотрите. Глава региона Нурмухамбет Абзибеков отметил, что за 9 месяцев Карагандинской области удалось достичь немало успехов. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. В завершении заседания Аким областил дал ряд конкретных поручений, в том числе продолжить работу по выполнению мероприятий, по практической реализации плана нации 100 конкретных шагов. Принять меры по эффективному и качественному исполнению поручений главы государства, руководства администрации президентства, канцелярии, премьер-министра республики Казахстан, вышестоящих органов, обеспечить достижение запланированного экономического роста области, а также ключевых индикаторов на 2016 год. При реализации программ и запланированных мероприятий уделять особое внимание трудоустройству безработных и созданию рабочих мест. Второе. Департаменту госдоходов по согласованию, Управлению экономики и финансов, Акимом районам городов, заинтересованным органам, продолжит работу по обеспечению доходов в государственный бюджет на 2016 год. Понятна задача. Третье. Администраторам бюджетных программ, Акимом городов и районов, принять необходимые меры для своевременного, полного и эффективного освоения выделенных бюджетных средств и достижения поставленных задач. Асель Сазамбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Более 15 детей-сирот нашли своих мам и пап благодаря школе приемных родителей. Она работает в Караганде с мая. Потенциальные родители могут получить в школе психологическую и юридическую помощь. Примечательно, что аналогичные консультативные кабинеты работают во всех регионах Казахстана. Ризагуль Жагипарова приехала в школу приемных родителей из Восточно-Казахстанской области. Вот уже 20 лет супруги не могут родить ребенка. Больше года семья Жагипаровых выбирала малышей через интернет. И вот 1 ноября они официально станут родителями мальчика и девочки из Саранского детского дома. Я нашла их по интернету. Они мне сразу понравились. Дочки 8, а сыну 4 годика. Они прожили в детском доме 3 года. Сейчас уже называют нас мамой и папой. Ждут, когда мы их заберем. Спасибо общественному фонду «Она и Е». Центр поддержки усыновления готов помочь всем желающим. Потенциальные родители должны обратиться к ним с необходимым пакетом документов. Затем подать заявление в органы опеки. Решения принимают именно они. Однако решиться на такой шаг могут не все. Мы работаем полностью на безвозмездной основе. То есть только на доверительных отношениях. Для того, чтобы люди не боялись этого, чтобы приходили, чтобы как можно больше детей из детских домов приобрели, вернее, воспитывались в реальных семьях, получали заботу, любовь, поддержку всестороннюю. Для подачи заявления на усыновление необходимо предоставить копию удостоверения личности, справку о семейном положении, состоянии здоровья, об отсутствии судимости, о доходах, документ, подтверждающий наличие собственного жилья и адресную справку. Кроме того, нужно письменное согласие от близких родственников. Усыновить или удочерить малыша может даже одинокая женщина, либо мужчина, имеющий отцовский опыт. Работники центра призывают казахстанцев не бояться трудностей. Ведь чужих детей не бывает. Айам Амрина Исламбеку Спан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аутизм победим. Ассоциации родителей из Алматы и Караганды провели тренинг-семинар для тех, кто столкнулся с этим заболеванием. Специалисты помогли родителям освоить простые и эффективные игры и упражнения для развития коммуникативных способностей детей. Дети с диагнозом аутизм замкнуты в себе. Они не смотрят в глаза и боятся общения. Единственные, кому такие дети могут доверять, это родители. До полутора лет сын Мируерт Иманбаевой был обычным ребенком. Он учился ходить, знал уже около 10 слов. Развитие проходило хорошо, и врачи не замечали ничего особенного. Потом поведение Бека резко изменилось. Он стал гиперактивным и остановилось в пополнении словарного запаса. В год и 8 месяцев Мируерт забила тревогу и обратилась к специалистам. Когда мы начинали это дело, очень было тяжело. Я сама мало верила в это. Но по мере развития своего ребенка я видела, что это возможно. Конечно, при помощи специалистов, в центре, в котором мы занимаемся. Я видела ту линию развития, которая вот от исходного и на данный момент. Конечно, работы еще очень много. Но я хочу сказать всем родителям, что в принципе это возможно и нужно стремиться. Потому что родительская инициатива, она играет огромную роль. И каждый родитель, мама, папа, они должны брать все-таки ответственность сами в первую очередь за здоровье своего ребенка. Сейчас Мируерт помогает карагандинским родителям детей-аутистов справиться с этим недугом. Они достигли хороших результатов. Но останавливаться на этом не собираются. В Караганде много полноценных семей. В отличие от других городов, часто папы не выдерживают такого удара и уходят из семьи. А в Караганде папы-герои, отмечают специалисты. Мы в данном случае мамы в первую очередь. Потому что именно у мамы есть гормональная связь с ребенком. Именно мама рожала этого ребенка. И она может помочь этому ребенку выйти из своего мира во внешний мир. И показать, что мир он дружественный. Что не надо его бояться. Не надо бояться взгляда близких людей. Мамы, папы, брата, сестренки. Или показать, как солнце прекрасно, как мир прекрасен. То есть мы учим детей. Статистика свидетельствует о неумолимом увеличении количества аутистов среди детей. И, как правило, родители не знают, что делать, а специалисты не всегда готовы к работе с аутистами. На сегодняшний день ассоциации родителей детей аутистов существуют только в Алматы и Караганде. Проект «Аутизм победим» реализуется при поддержке фонда развития социальных проектов «Саврук Казанатраст». Также работу ассоциаций в Караганде поддерживают местные предприниматели. Основная мысль проекта «Аутизм победим» заключается в том, что из аутизма вытащить ребенка может мама. Мама, пользуясь безусловной связью, это физиология, это основа. Естественно, хорошо, когда есть и папа, когда есть здоровые братья и сестры, семья. То есть для кризисного ребенка, вообще любого кризисного ребенка, но в частности аутиста, большое значение играет именно семейная атмосфера. И мы родителей обучаем. Мы отучаем их от мысли, что своего кризисного ребенка можно куда-то сдать специалистам и получить готово. То есть нет никакого плацеба, не существует волшебной таблетки. Но для того, чтобы работать с кризисным ребенком год за год, для этого нужно самому поменяться. В Караганде создана ассоциация родителей, куда входят 36 семей из разных городов Казахстана. В 12 городах республики команды специалистов проведут семинары и мастер-классы для родителей. Взрослых научат эффективным играм и упражнения для развития коммуникативных способностей у детей. Некоторые мамы проходят специальное обучение и становятся тьютерами, которые сопровождают ребенка в процессе вывода из аутичного состояния. Проект существует почти три года. За это время 20 детей смогли преодолеть диагноз аутизм. Продолжаем выпуск. Веселые и находчивые военнослужащие из нескольких областей республики собрались в Караганде на фестиваль КВН. Главный приз – Кубок, командующего оригинальным кавандованием Орталык. О самых смешных моментах военные службы расскажет Лариса Хусаинова. Из далекой, далекой Караганды встречайте венамина в Решат! Ребята из воинской части 66-36 города Астаны открыли фестиваль КВН. Капитан команды «Унесенные ветром» Виктор Благоразумный родился и вырос в Караганде. Выступать в родном городе для него – большая радость. До этого я никогда этим не занимался. Да, шутили так с ребятами, но никогда не думал, что это мое. На сцену вышел, почувствовал, что шутить, обалдеть это мое. Живу в полной семье, оттуда, наверное, столько юмора. Я не знаю, всегда дома шутим. Шутки, они как, они из жизни берутся. Участники показали армейскую жизнь с веселой и смешной стороны. Добрые шутки про командиров и офицеров веселили даже руководство. Фестиваль проводится в четвертый раз. В этом году приняли участие 9 команд из разных городов Казахстана. В составе команды солдаты срочной службы, которые прибыли из разных регионов. Вы видите, они очень активны, находчивы. И сегодня показывают все свои возможности. То, чему они в годы службы в армии за этот период увидели интересного, веселого. Ну и, конечно же, они пропагандируют воинскую службу. Потому что, значит, солдат Национальной гвардии, он ежедневно своим трудом вносит свой вклад в дело обеспечения внутренней безопасности государства. Ежедневно напоится на службе. И, конечно же, он, значит, должен уметь еще и не только службу нести, но и организовывать свой доступ. Региональное командование Орталык Национальной гвардии Республики Казахстан является оперативно-территориальным органом военного управления. Финальная игра клуба веселых и находчивых среди военнослужащих проводится в целях поднятия имиджа воинской службы, пропаганды службы Национальной гвардии Республики Казахстан и раскрытия творческих способностей военнослужащих. Лариса Хусынова, Жекслук Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Воспитанники кадетских классов школы номер 91 дали клятву. Торжественная клятва – это ритуал, который должен пройти каждый новобранец. Военная подготовка, духовно-нравственное и патриотическое воспитание – все это основные направления в обучении кадетов. Их образ – это не только красивая форма, но и упорный ежедневный труд. Кадетские классы у нас открылись с 2011 года, уже было у нас два выпуска кадетских классов. Это ежегодная у нас традиция, 29 октября проводится принятие клятвы. На сегодняшний день в школе номер 91 родители сами обеспечивают питание, обмундирование и дополнительные занятия воспитанников. Ребята занимаются не только военной подготовкой, дополнительно изучают английский язык и математику. Лев Березин преуспевает в учебе. Мальчику с ранних лет хотелось носить красивую форму и стать настоящим защитником Родины. Кадетский класс, потому что мы везде выступаем, у нас разные кружки, разные подготовки, учатся стрелять, разбирать автоматику. Я занимаюсь рукопашным боем и недавно проходил чемпионат мира в городе Молдова, в Кишиневе, и я там занял второе место. С каждым годом движение кадетов набирает все большую популярность. Только в Караганде на сегодняшний день существует около 10 учебных заведений с кадетскими классами. Торжественная клятва – это не военная присяга, но очень близкая. Так же, как и в присяге, ребята клянутся быть верными отчизне. Что касается защиты Родины до последней капли крови, то эти слова ребята произнесут через несколько лет, уже на церемонии приведения к военной присяге. Асель Сазамбаева, Жакслык, Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в своей последней игре сезона проиграл футболистам Тараза. 29 октября в Таразе состоялся матч 32-го тура чемпионата страны. Итог встречи 2-1 в пользу хозяев площадки. Стартовые минуты игры прошли спокойно. Команды присматривались друг к другу и всеми силами вперед не шли. Форсировать события в матче никто не спешил. Команды играли предельно осторожно и в итоге ушли на перерыв при нулях на табло. Во втором тайме Тараз активизировал игру. На 53-й минуте он организовал массированную атаку на ворота «Шахтера». После череды передач защитник Тараза Эрдашев в падении вколотил мяч в сетку ворот «Шахтера». 1-0. Сравнять счет карагандинской команде удалось на 73-й минуте, когда после прострела Айбара Нурыбекова голкипер Тараза Кирилл Короткевич выбил мяч прямо в ноги Деслею Убингу. Голландец пробил точно. 1-1. Через 4 минуты мяч из сетки ворот пришлось вытаскивать уже игрокам карагандинского «Шахтера». Защитник Тараза Киров пробил с острого угла. Игорь Шацкий не сумел должным образом отбить удар. Мяч пересек линию ворот. 2-1. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу футбольного клуба «Тараз» над карагандинским «Шахтером». В заключительном туре «Шахтер» по итогу чемпионата расположился на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. А вот карагандинские хоккеисты вновь выиграли. На ледовой площадке «Караганда-арена» Сарарка провела очередной матч в рамках чемпионата ВХЛ. Минувшую субботу карагандинцы принимали челябинский клуб «Челмет». Итог встречи 3-0 в пользу Сарарки. Обычно Сарарка у себя дома подавляет оппонента на первых же минутах. С «Челметом» фокус с запугиванием не прошел. Под прессингом челябинцы справились со стартом и волнением, а в середине периода даже заработали численное преимущество. Хозяева владели игровым и территориальным превосходством весь первый период. «Челмет» героически оборонялся 0-0 после первой 20-ти минутки. Большинство Сарарка реализовала всего спустя 13 секунд после стартового вбрасывания. «Челмету» удружил челябинский воспитанник Данил Ердаков. 1-0. Данил Файзулин стал автором второго гала. Заключительный период челябинцы начали играть в три состава. Вынужденная мера привела к тому, что гости завладели игровым и территориальным преимуществом. Однако оно быстро нивелировалось за счет удаления у «Челмета». Сарарка реализовала большинство во второй раз в матче, но арбитр этот гол не засчитал. Победную третью шайбу забросил Иван Исаев. Броском ровно от синей линии в верхний угол. 0-3. Сухое поражение. Игра получилась тяжелая. Соперник мастеровитый, опытный. И они в начале игры, два периода своей активности, ничего нам не дали сделать. У нас не получалось играний, выход из зоны. И в зоне нападения тоже соперник был сильнее нас. На третий период мы благоварили в раздевалке. Как сказать, надавили на чувства. Собрали три состава, которые были более-менее готовы. Третий период, мне кажется, получился интересным. Но, к сожалению, не смогли забить. Наставник карагандинского клуба поздравил команду и болельщиков с заслуженной победой. Очень сильно хотели эту домашнюю серию окончить победой. Первый период. Не было той свежести, как в тех играх. Была какая-то скованность. То есть в элементарных ситуациях, в тех же передачах была какая-то неточность. Ну, сделали, да. То есть в перерыве какие-то моменты поправили. Забили быстрый гол в большинстве, да. То есть в начале второго периода. Ну и то, что радует. Вратарь сыграл на ноль. Ребята помогли ему. На этом Сара-Арка завершает домашнюю серию игр. Следующие четыре игры карагандинцы проведут на выезде. 3 ноября в Пензе Сара-Арка сыграет с местным клубом «Дизель». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин